Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Игда гонят вы, в ограде сем, бегайте в другие. Аминь Богу глаголю вам, не имайте скончате грады Израилевы, донди же придет Сын Человеческий. Несть ученик над учителем своим, не жи раб над господином своим. Тавлеет ученику, да будет, як учитель Его, и раб, як Господь Его. Аще Господина дому вельзивула на рекоша, кальми паче домашний Его. Не убойтесь убоих, ничто же бо есть покровену, ежи не открыться, и тайна ежи неуведена будет. Ежи глаголю вам во тьме, керците во свете, ежи во уши слышите, проповедите на кровях. И не убойтесь от убивающих тела, душу же немогущих убите. Убойтесь же паче могущего, и душу и тело погубите в гиене. Не двери, птицы, ценитеся, единому сарю, и не един от нею падет на земли без отца вашего. Вам же и в лоси главнее всей за чтень и суть. Не убойтесь оба, мнозих птиц, лучшие стевы. Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня четверг, 21 июня. Сегодня мы с вами читаем Евангелие от Матфея, 10 главу, с 23 по 31 стих. И сейчас давайте послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки на современном нам с вами языке. Сказал Господь своим ученикам, Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. И бы истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как предицын человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзи вулом, не тем ли более домашних его? «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за сирий, и ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего. У вас же волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Вот такие евангельские строки сегодня мы с вами слышим. Сегодня мы являемся с вами свидетелями, то есть беседы Господа с учениками своими. Спаситель направляет их на проповедь и дает, как учитель своим ученикам, такие важные наставления. Наставления, касающиеся и поведения их в этом архиважном деле, и правильного устроения внутреннего Господь добивается в них. Кстати, что, наверное, нужно подчеркнуть, помнить надо, что все мы с вами так или иначе являемся учениками Христовыми. То, что мы веру восприняли от его учеников, и веру, и благочестие, и образ жизни, и образ поведения даже где-то. Естественно, и каждый из нас по силам должен брать здесь пример, и каждый по силам должен выполнять то, что Спаситель здесь говорит. Потому что, наверное, часто мы с вами это повторяем, но не лишним будет никогда вспомнить, что самой, наверное, такой тяжелой ошибкой часто в жизни христианской является это неверное отношение к словам евангельским, когда порой нам кажется, что у меня вот что-то касается, а что-то не касается. Вот это я принимать буду в Евангелии, на это, извините, это как-то вот не по-моему, или, как мне кажется, время может быть не то. И таким образом мы видим, что человек, отделяя себя от апостолов, получается, тем самым деляя себя от церкви, ну и, в общем-то, ухо уходит, уходит на страну далече, да, как вот в притче в одной сказано. Но вернемся к евангельскому тексту. Итак, чему нас Господь учит? Говорит ученикам сын, когда будут вас гнать в одном городе, бегите в другой. Читая Евангелие, мы с вами вроде бы не видим упоминаний, что когда ученики шли на проповедь, их изгоняли из городов. Хотя, в общем-то, мы можем вспомнить примеры какого-то, ну что ли, негативного отношения к Христу, к ученикам, к проповеди. Помните одно селение самарянское, Господь хотел туда войти, а жителей не пустили. Когда апостол Иоанн после этого даже Господа спрашивал, мол, учитель, не помолиться ли нам, что погонь сошел с неба, да, испепелил таких нечистецов. Мы знаем, что жители Гадара и Гергесы после исцеления Бесноватого также вышли ко Христу и просили не входить в их города, в общем-то. Но вот пример того, чтобы учеников именно в деле проповеди изгоняли, мы в Ангелии не видим. И вот здесь вот ситуация объясняет таким образом, что спаситель говорит о будущем, что произойдет уже после его вознесения, после Пятидесятницы. Что действительно отношение к вам, к ученикам моим, Господь говорит, будет всегда разное. То есть люди всегда будут делиться. Одни будут слушать вас и пойдут за вами, для других вы ставите врагами номер один. Но вот Господь утешает, что то есть не волнуйтесь, не переживайте, будут вас знать в одном городе, идите в другой. Что здесь на это место еще толкует ститель Григорий Богослов, но говорит, что здесь Господь показывает еще свой человеколюбие в этих словах. Говорит, что то есть не лишайте вот этой духовной пищи жителей окрестностей этого города. Что есть не уходите далеко, даже если вас выгнали, не уходите далеко, идите к соседям. Говоря с ними, может быть, люди первого города как-то передумают, и хотя бы кто-то из них придет за вами в соседнее селение и послушает. Ибо истинно говорю, вам вы не успеете об этих городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ну и вот эти тоже слова не касаются уже более как бы дальних времен, нежели того, что Господь говорил в тот момент. Что действительно еще не вся Палестина была охвачена проповедью, как уже многие ученики Христового апостола отошли ко своему Учителю. Да, это вот говорится о их смерти, потому что до слова, что придется нечеловеческий, можно сказать, что придется вами. Господь придет, чтобы взять вас от этой земной скорбной жизни туда, на небо, в торжествующую Церковь Царства Божия. Ученик не выше Учителя, а слуга не выше Господина своего. Что это значит, для чего это нужно было сказать ученикам? Опять же, чтобы их как-то утешить, успокоить и даже где-то, может быть, смирить. Господь говорит, что мы ученики, соответственно, не удивляйтесь ли, к вам будет такое же отношение, как ко мне. Да, и ученик действительно не выше своего Учителя, не отличается от того, пока является учеником его. Действительно, если человек становится выше Учителя, он же не может называться учеником его. Так здесь. Если вы считаете меня своим Учителем, вы ему ученики, да, вот как говоришь, или как слуги по отношению к Господину своему, то вот и утешайтесь тем, что для вас самое главное быть учениками в этом, а вовсе не то, как к вам относятся. Это очень важно, потому что мы часто ищем в людях, знаете, вот по числа весу мы видим какое-то отношение к себе. И очень часто это вредит нашему христианству. Мы зависим от мнения людей, от взглядов людей, от суждений людей относительно нас. Это очень часто мы погрешаем. А какой должна быть у нас ревность, поводу чего? Чтобы наш Учитель, Господь, он был, ну не знаю, доволен учениками своими. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель, для слуги, чтобы был как господин его. Если хозяина дома назвали Вильзевулом, то тем более домашних его. Но в Ангелии опять же мы не видим, чтобы Господа называли Вильзевулом, но это возможно, апостолы просто ведь не все упоминали, может где-то и ругали. Господа так. Хватало же у книжников иерусалимских наглости заявлять, что Господь творит чудеса силы Вильзевула, князя Бесовского. Такого как бы владыки демонов. Вполне могли сказать, что так и ты сам такой. Конечно, да, возможно, там и к ученикам такое же было отношение где-то. То есть такую-то ложь и нелепицу приходилось ученикам, Христам, апостолам, их ученикам воспринимать этого лживого мира. Но Господь говорит, не бойтесь их, не бойтесь. Нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайно, что не было бы узнано. А вот сокровенные тайны, это здесь вот касаемо добродетели апостолов, добродетели общихристианских. То есть Господь на суть в том, что ваше главное дело быть пред Богом, честными и правыми. Если вас не принимать, не пытайтесь даже где-то людям что-то доказывать, объяснять, что мы там такие, а не такие, как вы там на нас хулить. Нет. Бог знает все, и рано или поздно все это будет узнанно, все будет сказано. Кто, сколько стоит. Что, говорим, в темноте, говорите, при свете что-то, ну-ка, слышите, пропьете на кровлях. Ну здесь Господь призывает того, что то, что от меня как-то лично в уединенной беседе слышите, все это людям объясняйте, возвещайте. Не бойтесь убивающих тела. То есть не бойтесь, не бойтесь гонений, не бойтесь даже, если вас на смерть приведут, не бойтесь. Потому что максимум, что у человека могут отнять другие люди, это вот земную жизнь его тела, а души не могут повредить. И этого не бойтесь, а бойтесь более того, то есть Бога, который расписывает на проповедь, который может и душу, и тело побыть в гиене. Но здесь вот как, кстати, толкует Господь как бы неким страхом, что ли, страха учеников настраивает на какой-то дотруд и отвагу, и мужество. Даже вот такой вот прием тоже используется. Не две ли малые птицы прутся за осарии? Ну что это значит, да, вот какие-то два маленьких воробья, цена которым копейка. Господь говорит, что вот, и они вроде бы нисколько не стоят, но о каждом из них Господь печется. Вон как написано, что ни одна из этих птиц не пойдет на землю без воли Отца Вашего. Что если уж у Господа такой мелочи, своя забота, так неужели вас, у которых, как здесь Господь говорит, у которых волосы на голове все зачтены, у Бога не будет заботы. Вас, как особенно ближних для себя учеников, мой Господь говорит, особое отношение Бога к вам. Тем более да, Отец ваш, Отец Небесный, он вас как заботится. Не бойтесь, он владыка жизни, владыка смерти, не бойтесь людей, да вы лучше многих малых птиц. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Матфея, 10 главу, с 23 по 31 стих. И напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!